Всем привет! Это Олег Ястребов и сегодня мы снимем обзор на щелевую лампу. Итак, это китайский ноунейм за достаточно небольшие деньги, в среднем около 70 тысяч рублей вместе с доставкой. Что за это мы можем получить с вами? Итак, с виду достаточно приличный кейсик, железно-металлический, прочный, то есть вряд ли он у вас каким-то образом поломается или в ходе доставки повредится существенно, хотя мой, он повредился в процессе доставки. Сам кейсик, не могу сказать, что он достаточно добротный, то есть он хлипенький немножечко, но обычно щелевые лампы это не то, что мы куда-то постоянно таскаем и в принципе это не играет большой роли. Что у нас есть в комплекте? Итак, в комплекте у нас есть штуковина для того, чтобы упирать пациенту в лоб щелевую лампу, штуковина для того, чтобы фокусировать и калибровать прибор, собственно говоря, сама щелевая лампа, зарядное устройство для аккумулятора и аккумулятор. Дополнительно в комплект нам положили окуляры на 16х, их два, 16-кратные. Базовая щелевая лампа снабжается с 10-кратными увеличениями, с окулярами на 10х. Итак, в принципе, в принципе это все. Переходник для европейской розетки вам придется покупать самостоятельно. Итак, щелевая лампа. Надо отметить в первую очередь, что это китайская щелевая лампа и это no name. Это означает, что у нас с вами обычно нет какой-то адекватной гарантии и у нас нет с вами эталона, который мы можем получить. То есть мы можем получить как хороший прибор, так и плохой прибор. Какие трудности? Я заказывал три такие щелевые лампы, это третья щелевая лампа. Первые две приехали с браком, одна с заводским браком приехала, у нее не работали светодиоды и у нее не работали фильтры. Вторая приехала просто поломанная, возможно это была проблема связанная с доставкой. Третья приехала в принципе нормальная, то есть никаких дополнительных манипуляций мне с ней делать не пришлось, чтобы она начала работать, она просто сразу работала. Значит, на что мы обращаем внимание в первую очередь? Это китайский no name, я еще раз повторюсь, и оптика здесь также китайская, то есть она не совсем понятная. В некоторых случаях я читал отчеты на форумах о том, что оптика искривляла изображение, то есть она была некачественной. В моем случае оптика здесь просто замечательная, я не нашел к чему придраться за около примерно пять лет использования такой щелевой лампы. Итак, чем можно охарактеризовать челевую лампу? В первую очередь это источник света. Здесь светодиод, светодиод на 30 тысяч люкс, как заверяет производитель. В ходе теста мы определили, что здесь около 23 тысяч люкс на максимальной яркости, что немножко не соответствует заявленному результату. Но тем не менее источник света здесь достаточно неплохой. Чем характеризуется правильный источник света? Я погашу свет, чтобы было лучше видно. Значит, источник света для офтальмологии должен быть сфокусированным пучком. Это значит, что мы начинаем светить на поверхность, он должен быть изначально круглым, с четкими краями. И когда мы его поднимаем от поверхности, он должен сохранять эти четкие края. Здесь прибор в принципе сохраняет свою некоторую форму, округлую, скажем так. Но, конечно, она далека от идеала. Для примера я сравню ее с другой щелевой лампой, которая немножко лучше выполняет свою работу. То есть, здесь кружочек, он и в Африке кружочек. Когда это важно? Ну, в целом это важно для проведения, например, какой-нибудь ретро-иллюминации. То есть, вообще, в принципе, для офтальмологического обследования нам нужен максимально сфокусированный поток света. Если он рассеянный, то мы не увидим того, что нам нужно увидеть. Второе. Это оптика. Как я сказал, здесь оптика достаточно неплохая. Она позволяет видеть все ровненько, без каких-либо искривлений и искажений. Что еще важно? Это щелевая лампа, не так ли? Сущелевая лампа состоит в том, что у нее есть регулируемая диафрагма. То есть, мы можем регулировать пучок света. Опять же, я подышу свет для этого. То есть, круглый пучок света может становиться щелью такой, как нам нужна. Какая нам нужна. И длина глазу... Нет, так, не надо. Окей. Длина щели у этой щелевой лампы, она составляет примерно 11 миллиметров. Сама щель может регулироваться, как написано, от нуля миллиметров до одного сантиметра. Понятное дело, что это достаточно простой прибор. И его щель, она не такая четкая, как с приборами, как у приборов подороже. Но, тем не менее, она позволяет прекрасно обследовать передний отрезок глаза, хрусталик в световых срезах, таких, как вам нужно. Единственный недостаток, который я увидел, это недостаточная яркость светодиода. И она позволяет прекрасно работать, когда мы светим большой щелью. Но, когда мы светим маленькой щелью, картинка достаточно тусклая. И только в действительно затемненном помещении, в хорошо затемненном помещении, можно различать внутриглазные структуры с помощью светового среза, тоненького. Эта щелевая лампа имеет несколько светофильтров, то есть белый свет, зеленый свет и кобальтовый синий. В принципе, все они выполняют свою функцию так, как должны выполнять свою функцию. Какие дополнительные регуляторы здесь есть? Мы можем регулировать яркие светодиоды, то есть мы можем делать его тише, можем делать его более ярким. И, пожалуй, все. Сама по себе щелевая лампа достаточно добротная, но одна из трех, как вы понимаете. Достаточно добротная, то есть она хорошо собрана, ничего нигде не болтается, не отваливается. Единственное, что мне когда-то пришлось сделать, это поменять винтики, потому что они сами бы вылетали и, в общем-то говоря, где-то потерялись. В общем-то, больше никаких дополнительных ремонтов она не требовала за все пять лет службы. Отдельное спасибо хочется сказать им за эту прекрасную батарейку, потому что она подходит фактически от любого фотоаппарата сюда, и не приходится заморачиваться с какой-то новой батарейкой специально под эту щелевую лампу, не приходится возиться, заказывать. Это продается в любом месте, в любом магазине. Можно носить несколько с собой на всякий случай. Вот, в принципе, достаточно хороший прибор за свои деньги для начинающего офтальмолога. Он вполне себе сойдет, он сойдет даже на долгий срок, если честно. Учитывая, что моя специализация это ветеринарная офтальмология, и щелевая лампа это мой основной рабочий инструмент. Этого прибора мне хватило более чем на пять лет, и он у меня, в принципе, остается как запасной вариант, на случай, если основная щелевая лампа поломалась, или как-то барахлит. В общем-то, в целом так. Если урежимировать, есть ли смысл брать? Да, определенно есть смысл брать, если вы ограничены в средствах. Какие опасности вас ждут на этом пути? Опасность брака. Но если вы покупаете приборы на каких-то авторитетных торговых площадках, типа eBay или Alibaba, вы всегда работаете через посредника, и вы всегда можете вернуть свои деньги в случае некачественного товара, или не дошедшего до вас товара. Это всегда, конечно, история целая, но, тем не менее, так делать можно, и вы всегда можете вернуть свои деньги. Я надеюсь, это видео было для вас полезным, и мы впереди будем снимать новые обзоры на различные оборудования, как дорогое, так и не очень дорогое, искать истину, и всего хорошего. До свидания. Продолжение следует...